А доброго дня, всем добрым людям. На YouTube-канале Марка Солонина «Техникум» у нас сегодня последняя, четвертая серия мини-сериала, посвященного истории создания первых турбореактивных авиационных двигателей, ну и, соответственно, людей, которые это дело сделали. Напоминаю, что в первой серии мы рассмотрели основные технические, физические принципы, на которых он работает. Настоятельнейшим образом советую тем, кто ее не смотрел, не тратьте время даром, просто бессмысленно, посмотрите ее. Вторая и третья серии была посвящена подробному рассказу о том, как английские инженеры, ну, прежде всего, изобретатель всего этого дела Фрэнк Виттелл, а также команда специалистов Роуз-Ройса, прошла непростой путь, и в конце концов, но к середине 40-х, к концу Второй мировой войны, они создали лучшие на тот момент в мире авиадвигатели, турборативные, восходящие конкуренты по всем параметрам, и более того, заложили, нашли те технические решения, которые на десятилетиях вперед стали золотым стандартом при разработке и конструировании турборативных двигателей. А сегодняшняя четвертая серия будет посвящена тому, как эти же задачи, эти же проблемы решали инженеры в Германии. Вероятно, у вас уже возник вопрос, почему это англичанам две серии, а на немцам только одну, нет ли тут какой-то дискриминации. Никакой дискриминации. А вторая и третья серия была посвящена рассказа о том, как надо делать. Это сложный рассказ, всегда неизбежно. Сегодня мы будем говорить главным образом о том, как не надо, а это проще и быстрее. Итак, любая популярная статья, журнальная статья к юбилею, документальный фильм и так далее по поводу создания первого в мире турборативного двигателя начинается с того, что в феврале 36-го года Эрнст Хентель, руководитель крупнейшего, да, крупнейшего на тот момент в Германии авиационного концерна, хотя он был, конечно, государственный, по сути, был социализм. 50 тысяч человек работало, в общем и целом, под руководством Хентеля, это был гигант крупнейший в Европе. А вот Эрнст Хентель получил письмо от профессора Гертингенского университета Роберта Пола, не просто профессора, а директора физического института, ну, по-нашему, сказать, декан физического факультета Гертингена, о том, что у него есть молодой, подающий надежды доктор наук, ну, доктор это по-европейски, по-нашему, это будет кандидат наук, у которого есть прекрасный и интересный проект нового типа двигателя, может быть, Хентель, это будет интересно. Так? Так. Все абсолютно так. Но с одним важным и нужным уточнением. Ханс Иохим Папст фон Охайн, кстати, родился в 11-м году, то есть был на 4 года моложе Фрэнка Виттла и, соответственно, в 36-м году молодому специалисту было 25 лет. Так вот, он действительно обучался, закончил Гертинген и защитил французы докторат, но он учился по специальности физика и прикладная механика. А конкретно его докторская диссертация была посвящена устройству для записи звука. Я так и не понял, на какую именно пленку записывало это устройство. То ли магнитофон, и тогда магнит, и тогда должно называться слово магнитофон, или на кинопленку, как для звукового кино. Ну, в любом случае, при всем моем уважении к акустикам, электроникам, на сроке, ну, нельзя не признать, что магнитофон и авиадвигатель как бы не одно и то же. А тем не менее, в 1933 году он защитил действительно докторскую, он был незаварядным. Человек ему оставили там, при институте, он был ассистентом того самого Роберта Пола, профессора. И параллельно с этим, параллельно с этим, да, действительно, молодого человека охватила идея, легенда гласит, что он однажды летел, да, летел уже, на трехмоторном юнкерсе, такой бы пассажирский транспортный самолет, самолет нещадно трясло, ну, вибрация трех двигателей, вибрация огромных винтов, и он подумал, что, нет, так не делают, так не делают, надо сделать что-то, чтобы работало гораздо спокойнее. И, соответственно, в 1935 году он свои идеи превратил в патент. Сразу же, сразу же и безоговорочно, а Хайн мало того, что знал о патенте Уиттла, во второй серии обратил ваше внимание, что патент у Уиттла был 30-го года, патент не засекречен в Нике, более того, это известно, есть, так сказать, отчет патентного поверного, который ему это дело все подавал, о том, что они и с этим патентом Уиттла работали, и, соответственно, исходя из этого, ну, уточняли свою формулу изобретения. То есть он, безусловно, об этом знал. А тем не менее, то, что он нарисовал, то, что он запатентовал, существенно отличается от того, что он нарисовал в своей патентной заявке Уиттла. Картиночка, соответственно, перед вами. Двигатель Уиттла, ну, это патентная заявка, еще раз повторяю, слева направо компрессор. Компрессор двухступенчатый, даже лучше, правильно сказать, комбинированный. Там сначала две ступени осевого, потом центробежный. Камера сгорания, скорее всего, я уже говорил, наверное, насколько кольцевая, но по патенту не видно. И нормальная осевая турбина. Что нарисовала Хайм и что запатентовала Хайм? Одна ступень центробежного компрессора, одна ступень очень странной радиальной турбины, можно ее назвать центростремительным, но такой термин как-то никто не использует. Они буквально прижаты спина к спиной, они просто единая железка, вращаются на одной валу. Воздух заходит в центральное отверстие центробежного компрессора, отбрасывается на периферию, и дальше этот воздух одновременно, вот я вам подрисовал, немножко криво нарисовал, но зато все понятно. Частично воздух омывает камеру сгорания, скорее всего, очень сложной терраторидальной формы, что-то вроде бублика. Частично попадает в камеру сгорания, чтобы было чем гореть, и частично там видится такой вот рассеиватель, который я вам желтенькой стрелочкой указал, который часть воздуха переправляет сразу туда, на вход турбины, чтобы снизить температуру на входе турбины, дальше двигаясь по радиусу этой турбины от периферии к центру, проскочивает турбину и выбрасывается, разгоняется в сопли. А вот такая интересная вещь. То, что они стоят рядышком, а не это компрессор и турбина, это даже прикольно. То есть холодный, относительно холодный компрессор, таким образом охлаждает диск турбины, что не безинтересно. Ну, а то, что нету многих и важных, важных и нужных деталей, ну, в конце концов, это патентная заявка, это не конструкция. Значит, это дело они защитили. Он защитил, получил патент, и одновременно с этим он начал делать модель, да. Ахай начал делать модель еще там, в Геттингене. А как он ее делал? У него уже был, естественно, вообще жили молодые доктори, а в Германии 35-го года, у него уже был собственный автомобиль, который он чинил. И в автосервисе он познакомился с старшим механиком автосервисом. Старшим механиком автосервисом. Макс Хан его звали. Познакомился, молодые люди подружились, и вот два человека, один специалист по магнитофонам, устройством записи звука, другой, старший, подчеркиваю, старший автомеханик, сделали экспериментальную установку. Вы ее видите перед собой. Вот как раз-таки молодой Ахайн, рядышком с ней стоит. Вот такой вот большой барабан. Но эта установка даже не захотела крутиться. То есть это стрелная, стрелная, радиальная, чем-то стремительная, в кавычках, турбина. Не захотела его даже крутить. А тем не менее, то, что Ковин, они сделали. И вот после этого, после того, как она крутиться не пожелала, а потом еще прогорела, естественно, естественно прогорела, он обратился к своему профессору, и профессор так и да написал письмо Хенкелю. Еще повторяю, Хенкель – это была огромная авиастроительная империя, у нее были колоссальные возможности. Сам Хенкель действительно был известен тем, что он любил всякие технические новинки, и действительно любил большую скорость. И действительно, именно он, разумеется, он разработал самолет Хенкель-70. На середине 30-х годов самый быстрый пассажирский самолет в мире, 375 километров в час. Тогда не всякий истребитель так летал. И в этот же момент, когда пришло это письмо счастья, он работал над ракеттопланом, то есть маленький самолетик, на котором должен был быть установлен ЖРД, причем, заметьте, того самого фон Брауна. То есть, ну, очень логичное обращение. Хенкель принял молодого специалиста, собрал ведущих своих инженеров. Как пишет книжка, был жестокий допрос. Продолжался несколько часов. В конце концов, они решили, да, что-то в этом есть. Правда, не так уж прямо, чтобы сразу, но 17 апреля 1936 года Хенкель принял на работу и автомеханика Макса Хана. И поставил короткую, простую задачу. А берите все, что надо, пишите списки, что вам надо. Через год двигатель должен работать. Подчеркиваю, ну, по крайней мере, так пишут биографы, я там не стоял со свечкой, гнал, оказывается, не охарен. Эту гонку устроил многоопытный, вообще ему уже тогда было 48 лет, он 1868 года рождения, а гнал-то как раз Хенкель. Получив задачу сделать с нуля за год работающий двигатель на базе патентной заявки и одной попытки сделать что-то, что даже не стало вращаться, Афон Эхайн подошел к этому вопросу, как физик, каковым он был, физика – прикладная механика. К физику он, разумеется, знал или в книжке быстренько уточнил, что кто на свете всех милее, какое вещество горит в самое большое теплое выделение, с самой высокой скоростью распространения пламени, вспоминаю лекцию номер один, с огромной скоростью входит воздух после компрессора в камеру сгорания, чтобы на такой скорости огонь горел, его не оторвало, желательно как-то иметь максимальную возможность скорость распространения пламени, это химико-физическая характеристика, и кто, какое вещество способно гореть в широчайшем диапазоне концентрации, попросту говоря, и очень богатая, и очень бедная смесь, и смесь с переизбытком окислица воздуха и смесь с огромным переизбытком водорода, извиняюсь, будет гореть. Водород действительно рекордное вещество, это водород. Поэтому они решили сделать, им сказали сделать за год. Они сделали двигатель, работающий, да, на газообразном водороде. То, что молодой человек, я еще раз повторяю, 25, там, 26, 27 лет, он был охваченный дед, это все понятно, то, что он гнал, гнал лошадей, это мне понятно. Где при этом был многоопытный хенкель, и вообще, как вот они делали двигатель на газообразном водороде. Немного как-то идей, откуда на борту самолета возьмется газообразный водород. Тем не менее, они дело сделали. Вот он перед вами. В апреле 37-го года он уже даже был испытан. Напоминаю, напоминаю, что это буквально тот же самый апрель, 12 апреля того же года, заработал первый экспериментальный установка Итла. А вот он перед вами. Значит, что мы видим? Ну, одна ступень осевой, можно сказать, пред такой, пред компрессором. Она просто повышает несколько, она очень немного повышает давление, но даже эта небольшая прибавочка обеспечивает стабильную работу. Стабильную работу основной ступени, то есть, центробежного компрессора, камеры сгорания, и огонь туда, огонь туда, а в радиальную турбину. На этот раз они даже спинками друг к другу не прижаты, потому что надо же где-то разместить кольцевую, еще раз повторяю, кольцевую камеру сгорания. Поскольку вы уже все знаете, от тех, кто первый, второй, третий серии не смотрел, еще раз повторяю, не тратя время даром, а поскольку вы уже все знаете, то вы увидите, что здесь нет ничего, здесь нет ничего того, что должно быть в нормальном двигателе. Здесь нет никакого охлаждения, камеры сгорания, здесь нет никакой зоны обратных токов в камере сгорания, здесь нету даже малейших попыток как-то хотя бы диск турбина охладить. Разумеется, эта штуковина заработала, да, заработала, закрутилась и немедленно сгорела. Ну, а что еще с ней могло быть? Она немедленно сгорела. Опять же биографы говорят, что Ахайн пытался как-то договориться с Хенкелем, давайте мы остановимся, и давайте нормально, спокойно займемся работой и нормально отработаем камеру сгорания. Физик, физик, хороший физик, я ничего против него не имею. Он понимал, что главное во всем этом деле не эти вращающиеся железки, а камеры сгорания. Ну, Хенкель, Хенкель требовал двигаться дальше, и они начали двигаться дальше, и стали уже делать двигатель, который бы работал все-таки не на водороде, а который бы заработал на нормальном каком-то авиационном керосине. И в результате и появился то, что во всех книжках называется первый в истории человечества турбореактивный двигатель, поднявший самолет в небо. Ну, там сложное немецкое слово, я уже не предназначу, чем Хенкель, С. Хенкель реактивный, номер 3, Б. Перебрав много картинок, я решил, что лучше всего начнем вот с этого. Это детская пластмассовая моделька, можете такую в Алибабе себе купить, зато на ней просто все понятно. Начнем с детской игрушки. Значит, вход, голубенькая одна ступень осевого компрессора, предкомпрессия, потом нормальный центробежный компрессор, желтенькая, после чего воздушный поток, вырывающийся оттуда, попадает во что-то невероятно красивое. Помните, я с этого начинал? Сказочно красиво, я это видел в музее, это сказочно красиво, там оно, значит, зачем-то поворачивается, в камеру сгорание, горит, и дальше идет на турбину. Теперь, теперь более подробно, более подробно и в железе. Ну, вот так выглядит входное устройство, вот это первая ступень осевая, потом центробежная, сказочно красиво, просто произведение декоративно-прикладного искусства. А зачем вот это красивое и очень сложное в изготовлении тереидальная улитка? А это уважаемый диффузор, то самое, что было на двигателе, разумеется, только не такой затейливой формы. А зачем так затейливо? Понятно, зачем, они хотели уменьшить диаметр, логично, правильно, диаметр двигателя, потому что диаметр двигателя, это то, что называется динамикимидель, поперечное сечение, чем он больше, тем больше будет лобовое сопротивление, которое создаёт такой двигатель. Поэтому они хотели уменьшить и для этого загнали вот эту зону поворота аж вот так. Но это же не просто поворот, это, как я уже сказал, диффузор, то есть расширяющийся канал. Зачем расширяющийся? Для того, чтобы снизить скорость, да, разумеется. Чтобы снизить скорость, чтобы не такой же ужасный ураган врывался в камеру сгорания, ну, хотя бы полуурагана. Вот я вам там красненьким подрисовал, надеюсь, очень даже ясно и видно и понятно, что вход уже, чем выход. Итак, основательно, основательно, разумеется, в два. То есть, разумеется, в два они снизили скорость на входе в камеру сгорания, ну и, соответственно, повысили давление на вход в камеру сгорания. А зелёным я всегда обозначаю подачу горючего. Ничего, абсолютно, никаких центробежных фасунок, никаких воронок образного распыла, ничего здесь нет. В общем, что-то вроде кирогаза, трубочки с дырочками, вот они так вот распыляют на входе. Ещё повторяю, даже мысль о том, чтобы создать здесь зону обратных токов, турболизировать поток и затормозить его в зоне воспламенения здесь нету. Не вижу я, ну не вижу я никаких признаков охлаждения камеры сгорания. Ну то есть подмес есть, подмес холодного воздуха есть в зоне смешения я, а в зоне там, где вспыхивает, распламияется, ну допустим, снизу можно считать что охлаждение есть, сверху, возможно, они считали, что трубочки им помогут керосиновые как-то это дело охладить, и весь этот раскалённый, и всё это раскалённое попадает в ничем и никем не охлаждаемую турбину. Турбина тоже сказочно красивая, как и всё в этом двигателе. А вот у Витла она была очень некрасивая, вот такая вот, только она была правильная. Я уж не говорю про то, что у Витла она принципиально правильная, она осевая, а не какая-то непонятная, центростремительная. Дело в другом, у Витла и у всех остальных, вот так, у Витла и всех остальных на свете лопатки турбины, конечно же, съёмные, потому что это самое ненадёжное место, самое малоресурсное, они пригорают, они ломаются, они трескают, они вибрируют, что с ними только не бывает, поэтому, конечно же, их надо менять, менять, менять и менять при выходе из строя, а поскольку речь идёт об экспериментальной установке, то надо непрерывно отрабатывать одна форма, другая форма, один диаметр, другой диаметр, угол установки, то есть всё, пятое, десятое, материалы, технология, покрытие, это всё надо так и делать. Двигатель Ахайна не позволял ничего поменять, она или работает, или она сгорает, её надо просто выкидывать, разбирать двигатель и ставить новую. В общем, то же самое было со всем остальным. Ещё раз возвращаемся к самому первому двигателю Виттла, вот он перед вами, помните, я обращал ваше внимание на эти крышечки, крышечки на болтиках с гаечками, то есть в каждую камеру сгорания можно было попасть легко, удобно, прекрасный доступ от винтил, вынул, посмотрел, какое состояние жировой трубы, поменял, новую трубу, новую трубу, новую трубу. В конкретных числах за первый год работы с СССР вот этим двигателем Уиттл поменял 9 вариантов, не то, что 9 штук прогорело, сгорело, конечно, больше, а 9 вариантов геометрии жировой трубы и 10 разных фасунок. То, что сделали Ахайна под руководством Хенкеля, ничего такого не позволяло, и я вынужден поделиться с вами моим оценочным суждением, моим оценочным суждением, то, что они сделали по-современному называется красивым импортным словосочетанием демонстратор технологии, а в мои-то годы это называлось русским словом очко-втирательством. Это очко-втирательство, это явная гонка за тем, чтобы первыми пометить забор. Неважно, что, как, работает, не работает, но мы должны пометить забор первыми. Соответственно, как только это самое заработало, во-первых, стало бы, значит, он проектировался с проектной тягой 800 килограмм, но что-то на стендер он показал 450. потратив много времени и сил, я нигде не смог найти ни малейших упоминаний о ресурсе. Вот, читаешь при работе Виттла, я вам все докладывал, 20 минут, 10 часов, 100-часовые испытания. Росроссельском, когда уже в варианте серийных россельских машин, двигатель, они довели 300 часов, это феноменально, 300 часов, на стендер он мог отработать, сколько минут или секунд работало это демонстратор технологии, мне нигде не удалось найти. Я сильно сомневаюсь, чтобы оно когда-нибудь работало более 10 минут. А тем не менее, Хенкель гнал, он очень хотел, он очень хотел стать первым в историю, он им стал. Для чего был взят? Был у них, ну это огромный счет, огромный фильм, они делали много и того, что пошло в серию, и того, что так и осталось единичных экземпляров. Был у него такой вот неудачник Хенкель 118, эта красивая вещь проектировалась как пикирующий мемодировщик, то есть это был конкурент Юнкерсон, той самой знаменитой штуки, но пошла в серию штука. А вот это у них осталось. Что у него такие высокие колесики? Ну это, конечно, детская моделька, но она масштабная. А высокие колесики потому, что еще раз, пикирующий мемодировщик, у него под берюхом должна была висеть большая бомба, которая с помощью качалки выводится за плоскость вращения винта. То есть там под берюхом было много места, поэтому именно его и взяли, к нему быстренько-быстренько привинтили, быстренько привинтили вот этот вот Хенкелес-03, самолет залетал с нормальным двигателем, а уже в полете запускали реактивный. Что-то выяснилось, что на 450 полете почему-то не получается, получается порядка на 380, на третьем полете, разумеется, он прогорел. Он не мог не прогореть ни охлаждаемой камерой, ни охлаждаемой турбины. Он прогорел, однако Хенкелес был в полном восторге, или не был в полном восторге, но продолжал гнать в ту же сторону. Я не знаю, полный восторг, а то, что продолжал гнать, это факт. И, соответственно, мы подходим к лету 1939 года, тому самому дню 27 августа 1939 года. Это написано во всех Википедиях, абсолютно. Во всех крохотах. Вот если будет в один абзац рассказ о истории создания ТРН, будет сказано, что 27 августа 1939 года, 24 дня, начало Второй мировой войны, первый в истории человечества реактивный самолет, проводимый в действии реактивным двигателем, поднялся в воздух. Да, так оно все и было. Поднимал его вот этот вот товарищ, который в центре, в белом, Ханс-Эрих Вальзиц, совершенно выдающийся человек, немецкий летчик-испытатель, на тот момент как по нашим шеф-пилотам фирмы Хенкеля. Это картина «Холст масла», написанная по приказу Гитлера, изображается наш герой, которого вынимают, действительно его вынимают, там была очень узкая кабина, был еще Хенкель-176, тот самый ЖРД, ракетоплан, летом, буквально летом того же года состоялся первый полет на ракетоплане, вот его вынимают, он был великий человек, но маленького роста, поэтому он там помещался. И вот он же, этот сам Ханс Эрих Варзек, и должен был поднять, и поднял, вылет был назначен на 4 утра, почему по соображениям секретности, такая вот интересная секретность по Гитлеру. Секретность по Сталинске, значит, испытательный полигон будет где-то в Казахстанской степи, за 200 километров до ближайшего аула. А секретность по-немецки испытывали на элитроме около Ростока, город такой, Росток, решили, что в 4 утра мы это дело сделаем. Варзек поднял самолет, сделал один круг, было по заданию полет в один круг, но сделал даже два. Так что двигатель у Хайна проработал 6 минут. И это самая большая продолжительность работы этого двигателя, который я где-либо смог найти. полет чуть было не закончился аварии, но не по причине, не по вине двигателя, это в ту эпоху было неизбежно, там все ломалось. Ну, Варзек справился, Варзек справился и самолет они посадили. Вот такой вот был самолетик, этот Хинкер 178, забавно, но художник перепутал вход и выход двигателя, его надо перевернуть, в отличие от двигателя Риттла, как вы помните, немножко другая компоновано, самолет, извиняюсь, самолета Глостера, на котором Е-28 испытался двигатель Виттла, здесь он был подальше, он установлен двигатель и вот такой красивый изогнутый форм воздуховод. Никто не знает только с какой скоростью он летал, никаких материалов не сохранилось, цифра 700 присутствующая в Википедиях это просто вранье, это просто вранье, а в более приличных Википедиях там дается ссылочка расчетная скорость, расчетная, но поскольку вместо 800 килограмм тяги двигателя выдавал хорошо, если 450, то, соответственно, всякие есть оценки, но в любом случае он летел быстрее 500 км в час, но дело не в этом, дело в том, что 6 минут, дело в том, что 6 минут, через 4 дня началась мировая война, руководство, да, кстати, да, важное, важное уточнение, а Хинкель все это делал в абсолютном секрете, он не проинформировал об этом даже Министерство авиации, он хотел всех удивить сюрпризом, а когда оно все состоялось, он немедленно значит доложился, то был удивлен, что никто вообще не реагирует, через 4 дня стало понятно, утром 1 сентября, у всех были в Министерстве авиации другие мысли на тот момент, а через 2 месяца он еще раз пригласил начальство, начальство посмотрело, но большого энтузиазма не проявило, а по этому поводу, опять же, во всех Википедиях написано, какие вот они были тупые, ретрограды, бюрократы, из кабинетов, министерства, а с чего они должны были прийти в восторг, от самолета с продолжительностью полета 6 минут, со сгоряющим двигателем, тем не менее, тем не менее, Хинкель продолжал гнать, и на этот раз он уже решил, что подошло дело к тому, чтобы сделать полноценный, боевой, двухмоторный, реактивный истребитель, вот он перед вами, Хинкель-280, ну, та же схема, которая была у Глостера-Метеора, о которой мы говорили, и которая была у Мессершмитта-262, о которой мы будем еще говорить, но плохо вписывались в понятиях аэродинамиков того времени реактивные двигатели куда-либо, поэтому решили сделать двухмоторную схему, два двигателя под крыльями, и для того, чтобы уже как, ну, все-таки это уже боевой самолет, там тоже очков цирательства на тему шестиминутного полета не прокатит, да и, простите, все-таки летать бы надо с какой-нибудь скоростью, поэтому параллельно, параллельно начали делать самолет, и очень быстро его сделали, гигантский, еще раз, гигант, авиастроительный гигант, они очень быстро сделали этот самолетик, а вот Ахайну было поручено сделать следующий двигатель, более мощный, более мощный, который уж точно 800-900 килограмм церкви выдавал, который, значит, появился под названием Хинкель-С08. Схема перед вами, не я ее рисовал, не я ее рисовал, я тут только подрисовал зону горения и направление движения воздуха. Что же мы видим нового? Что же мы видим здесь нового? Все недостатки сохранены в полном объеме. Опять же, абсолютно беспонтовая камера сгорания, не обеспечивающая ни сгорания, ни охлаждения, ни ресурса этой камеры, абсолютно неохлаждаемая турбина. Единственное, что изменилось, оно стало еще и длиннее, то есть появляется еще одна проблема, то, о чем мы говорили, проблема биения длинного вала на огромных оборотах. Боюсь предположить, но, наверное, специалист по магнитофонам об этом просто не подумал. О чем думали хенкельские инженеры, непонятно. Ну, а для чего это они все сделали? А для того, чтобы еще, еще более уменьшить диаметр, это правильное сочетание самолетчиков, еще более уменьшить диаметр, уменьшить мидр поперечного сечения, снизить сопротивление, для того, чтобы его сделать еще меньше, даже по картинке видно, что диаметр стал меньше, они сделали вот такую вот кольцевую камеру, вот такого сложного бубликового вида. Ну, и сделали. Ну, и сделали. Вот так это выглядит на картинке в аксинометрии. Опять же, подрисовал я вам зону горения. Никакого охлаждения я не вижу. ничего абсолютно так, что должно быть в зоне горения, я тоже не вижу. Среди многих картинок это вариант этого двигателя номер 16. Это я уже там подрисовал голубенькую линию, это я ее нарисовал. Не факт, что она там есть, но может, опять же, появилось вот такое вот несимметричное охлаждение камеры сгорания только с одной стороны. Ну, и что вы думаете, из этого получилось? По поводу ресурса этого Чудо-Юда я нигде так ничего не смог прочитать, но первый полет, первый полет Хенпель-280 с этими двигателями, с этим 0.8 двигателем, какой полет состоялся, сейчас я вам про все расскажу, 30 марта 1941 года. Напомню, что английский Глостер Е-28 двигатель Витва полетел 15 мая того же самого года, то есть они практически шли на здраве-наждырю одни не знают друг от друга, а други только двигатель, извиняюсь, самолет Глостер с двигателем Виттла в первом же полете летал 17 минут, забрался на 7 километров и разогнался там до скорости 560 километров в час, что нормальные параметры истребителя той эпохи, хотя бы маленький игручный самолетик. А этот первый полет почему-то продолжался 3 минуты. Никто мне нигде не объясняет, если кто знает, напишите, если кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь видел какую-нибудь информацию о продолжительности работы этого двигателя хоть на стендинге, хоть в полете. Особенно он был все-таки проработать 10 минут и не сгореть. Меня это вызывают большие сомнения. А тем не менее и здесь они застолбились, и здесь они вписали себя в анал истории, во всей Википедии, энциклопедии о том, что первое в истории человечества полет боевого истребителя это был полет Хенкеля 280-го, который состоялся. Да, кстати, бензонасос у них еще протекал, даже такого они не смогли решить, что вообще мне уже непонятно, поэтому этот исторический полет был с раскапатированным двигателем. То есть двигатель был голый. В противном случае, если он был помещен в нормальную отсекаемую мотогондулу, то керосин протекал, все поверхности раскалены до красна, чтобы это дело сгорело. Тут, конечно, вы уже потребуете от меня каких-то цифр, а сейчас будут перед вами цифры. Вот она, табличка. Построена она так, чтобы более-менее ровесник был с ровесником. Первый двигатель Виттла, первый вот этот С3Б, следующий уже доработанный, доведенный двигатель Виттла, второй, который Руссо сделал под названием Вэлланд, и, соответственно, вот этот Пенкель С8. Что мы видим? Если, а в таблице этого нет, главного не видно. У меня еще, представляю, у меня нет данных. У меня нет данных. Вэлланд отрабатывал 100 часов на стенде. У меня нет данных по наработке по ресурсам загадочного изделия демонстратора технологии Ахайна. Поэтому главного здесь нет, но кое-что, тем не менее, есть. А первая пара, вообще говоря, можно сказать, достаточно так, даже большого разрыва вроде бы и нет. Ну, по единичной тяге в абсолютных измерениях двигатель Ахайна даже мощнее, гораздо тяжелее. Но разница третий столбец тяга вооруженной, соотношение тяги к весу, ну, 1,36, 1,25, уж не бог, есть какая разница. Сразу же бросается в глаза огромная, огромная в полтора с лишним разом прожорливость двигатель Ахайна, это совершенно понятно. Камера сгорания нормально нет, террасин вылетает наружу. Поэтому большой расход. мы видим, что и степень повышения давления, но это уж, скажем так, вопрос нет, интересует того, кто ставит двигатель на самолет. Это еще, допустим, ну, можно сказать, шли ноздря в ноздрю. Следующая пара уже все, заканчивается все. Дальше уже никакой конкуренции речи быть не может. Двигатель Виттла существенно, 1-4 раза, существенно больше подтягив, значительно лучше подтягу вооруженности, полтора раза экономичнее. Ну, то есть, все, это уже не может, это уже не конкуренты. Еще раз повторяю, двигатель Виттла работал десятки часов, а эта игрушка работала минуты. Значит, мучились, а не мучились. Они там, Архенкин, а мучились, а не мучились, этим 280. Большая часть полетов была осуществлена вообще без двигателя. Ну, они же понимали, что его лучше в полете не включать. Они его просто, этот Хенкин-280, таскали за самолетом буксировщиком, а на место двигателя ставили такой красивый носовой обтекатель. Вот фотографии перед вами. Так уже дело дошло до календаря, календарчик крутится, у нас уже конец 42-го года, у Мессершмитта уже летает Мессершмитт-262 с замечательными двигателями Юнкерс Моторс, ЮМО-04, и в конце концов Министерство авиации все это дело надоедает, они приказывают Хенкель все работы по Хенкель-280 прекратить. Однако, все-таки не бросили они его на произвол судьбы Хенкель-280 и дали ему все-таки заказ на разработку следующего поколения. Вот такая интересная логика, если вы не смогли сделать нормальный двигатель с тягой 500 кг, а вот теперь давайте сделайте двигатель с тягой 1000 кг. И они вот так и начали делать и завершая, завершая, она уже заканчивается, вся эта история про демонстраторы технологий опроса Хайна Хенкеля мы подходим к 11-му Хенкель-111 в книжках его называют дальнейшее развитие двигателя Хайна. Уважаемые, вы видите, хоть вообще какое-нибудь сходство чего-нибудь с чем, вы его не видите, потому что его и нету. Это фактически совершенно другой двигатель. Была, они купили, Хенкель купил фирму ХИРД, была такая фирма ХИРД, которая делала авиамотори, не очень большая, но достаточно такая прогрессивная. Сам ее создатель ХИРД разбился в авиакатастрофе, после чего фирма стала, была национизирована и Хенкель забыл себе. Нашли они специалиста по решению проблем, это я имею в виду замечательное кино, криминальное чтиво, Pulp Fiction, помните, там был специалист по решению проблем, каковым был профессор Макс Бентели, у него была инженерная фирма, он действительно был очень крупный специалист, у него было большое прошлое, еще более интересное будущее, после войны Бентеля переехал в Соединенные Штаты, потом работал в авиодвигательное строение, а потом стал фактически главным, кто продвинул двигатель Банкеля, серийный двигатель Банкеля на мировой рынке, но это другая история, большой, большой, действительно квалифицированный специалист, и вот под его фактически руководством двигателя Хайна превратился в что-то совершенно другое, но при этом, это мое оценочное суждение, столь же убогое и нелепое, за одним исключением, начнем с убого, значит, что они сделали, если вы посмотрите, вы увидите, что все начинается с комбинированного компрессора, у которого первая ступень центробежная, она такая, она еще называется диагональным, анатолий, что-то среднее между центробежным и осевым, а потом три ступени осевого компрессора, так никто никогда не делал, я смею предположить, что это не случайно, что никто так никогда не делал, все делали и делают по сей день по-другому, сначала осевые ступени, а потом, потом финальное, центробежное, и это не случайно, потому что мы с вами говорили о том, что одной из больших проблем центробежного компрессора является то, что входное отверстие маленькое, ну просто по определению, определение, он гонит из центра на периферию, поэтому центр должен быть маленьким, поэтому входное отверстие центробежного компрессора всегда маленькое, возникает проблема с том, что мы не набираем нужного нам количества рабочего тела, нужного расхода воздуха, поэтому сочетание несколько ступеней осевого на входе, они сжимают, уплотняют воздух, и в результате в то же самое отверстие, того же малого диаметра, залезает большее количество килограммов, килограммов материи, вещества, рабочего тела. Это разумно. Вот так вот сначала центробежное, потом осевое не делал никто. Дальше мы видим, что мы видим? Видит какие-то страшные виды, ужасно пугающие крючья. Если вы думаете, что это экспонаты, бывают такие дёрдские музеи, музеи пыток. Нет, это не крючья для пыток, это турболизаторы потока, вот такие вот там горят в огне. Ну, может быть, может быть на это транскольцевая камера и охлаждаема, хотя я сколько ни разглядывал, толком не увидел, но, но, но все завершается огромным техническим прорывом, да, прорывом, и на этом двигателе Хенкель С-11, который уже едва ли был двигателем Охайну, появляются охлаждаемые лопатки турбины. Да, это, конечно же, прорыв. Что мы видим? Лопатки пустотелые, они просто сделаны из гнутого листа металла. Да, кстати, для любителей котлов толстых, таких толстых, хороших котлов, напоминаю, не помню, я рассказываю, а снизу, там еще и переменной толщины лист металла, значит, лопатки турбины. Снизу 2 миллиметра, а вот сверху вообще полмиллиметра. Вот такие тоненькие притоненькие, через них, как вы понимаете, проходит воздух, куда он заходит, а вот в отверстие. Я вам их стрелочкой голубенькой подрисовал. То есть, он подводится по некому цилиндрическому каналу, и вот через эти дырочки залезает туда в диск турбины, и диск охлаждает, и, главное, попадает в пусто телу в лопатку, выходит из нее, и дальше уже через сопло уходит на руку. Это прорыв, это прорыв, не сделали англичане это. Помните, я вам говорил, что они дошли до предпоследнего шага, а последнее не сделали. К тому есть причина, самое время огласить причину. На календаре 1944 год, Германия сгорает и рассыпается под ударами авиации союзников, контроль на море уже полностью в руках английского, американского флота, в Германии не из чего делать. Не из чего делать, уже нету ни никеля, ни хрома, ни ванадия, ни кобальта, ничего нету, ни хрома. Поэтому они вынуждены были делать из обычной конструкционной стали, или что-то чуть получше, мы об этом сейчас скажем дальше. И поэтому нужда заставила, нужда заставила немцев сделать вот этот последний шаг, последний принципиальный шаг по пути создания турбины, турбративного двигателя, сделать ее пустотелой и охлаждаемой. Но в любом случае на календаре 44-й по небу уже летает мистер Шмидт с двигателем ЮМО, и все это странное сооружение с крючьями из музея камеры пыток так навсегда в качестве экспериментального экспоната и осталось. Закончив рассказ о том, как не надо делать, переходим к рассказу о том, как работала команда, которая все делала как надо. Тоже, правда, получилось не совсем хорошо. А вот он перед вами, двигатель Юнкерс Мотерин. Это подразделение огромного концерта Юнкерс, который именно занимался двигателями Юнкерс Мотерин. Они сделали вот этот двигатель ЮМО-004. Как видите, он выглядит совершенно по-взрослому. Так и выглядели все двигатели 50-60-х годов, пока они не стали двуконтурными и внутри в нем все, как и должно быть у взрослых людей. При более подробном осмотре мы видим опять-таки все по-настоящему. Все, как и любого современного или на тот момент 50-60-х годов современного двигателя. Осевой компрессор многоступенчатый, конкретно здесь 8 ступеней, длинный вал, на валу стоит промежуточная опора, это дело вот там конкретно видно. Помните, мы об этом говорили, когда Рос-Ройс пришел на длинную компоновку с прямоточной камерой. Это потребовалось, чтобы избежать вибрации вала. Здесь это сделано, настоящая камера сгорания. Очень все абсолютно по-взрослому. Более того, более того, сейчас перед вами на картинке самое главное, в чем специалисты Юнхи смотрят, конечно же, превзошли англичан. Здесь уже полноценно охлаждаемые лопатки. Здесь Рос-Ройс, Виттл и Рос-Ройс, дальше обдува самой турбины, диско-турбины не продвинулись. Здесь уже сделано все абсолютно по-взрослому. Вот я там голубеньким вам подрисовал. Кольцевой канал, который подводит сжатый воздух из компрессора, с большой скоростью он загоняется в такую кольцевую проточку или как это назвать, кольцевой такой вот канал. Видите, он там разрез сделан для обзора. И уже из него, например, он охлаждает диск турбины и дальше из него он поступает в полые, внутри полые лопатки, проходит через них отбрасываемые центробежные силы и дальше уже выводится в сопловую область. То есть это абсолютно правильно. Это так, как должно быть. это очень по-взрослому. Еще одна особенность этого двигателя, в которой опять же произошел английского конкурента, что это такое? Это управляемое центральное тело воздухозаборники. Извиняюсь, извиняюсь, в реактивном сопле. Да, вот это они называли луковицу, она действительно на луковицу похожа, такая тонкостенная конструкция. Она шевелилась, здесь виден рейчный привод от электромотора и перемещая вперед-назад, вдоль оси двигатель эту луковицу, соответственно, уменьшалось или увеличилось проходное сечение сопла, таким образом сопло подстраивалось под высоту полета, скорость, ну, очень-очень хороший, очень хороший взрослый уровень. А даже такой мелочи не забыли, вот перед вами такой маленький, красивенький, это что такое? Это стартер. Двигатель это тяжеленный, длиннющий вал, 8 ступеней компресса, то есть диски, лопатки, все это надо раскрутить. Был сделан супер-миниатюрный моторчик, двухцилиндровый, двухтактный, который при оборотах 6 тысяч в минуту выдавал 10 лошадиных сил, раскручил все это дело, а что там такая, видите, тросик с круглой ручкой, это дернуть, это замодилка. Дернули мы его в полевых условиях, он завелся и раскрутил на двигатель. Все очень хорошо, до тех пор, пока мы не смотрим на таблицу. Ну, табличка, а что получилось-то? Отличная конструкция, решение, придившее свое время, а в результате, в результате мы видим вот эту таблицу, которая сравнивается параметром Human 0.4 и последних, абсолютно справедливых, потому что и то, и другое было в конце войны, и последних Рольфс-Ройсовских мы видим, что сравнивать просто нечего. При примерно одинаковом весе, причем даже Рольфс-Ройс-Нин был чуть-чуть легче, 726 по 750 килограмм, тяга-то в 2,5 раза больше англичанина, 2,270, а там 900. Если на шаг хронологически назад сравниваем первый Дервент, Дервент и Рюму, да, они имеют одинаковую тягу, но при этом англичанин 442 килограмма весит, а немец 750. Это отлично видно и в столбике, который тяга вооруженность, но тяга вооруженность 1,21, это просто несерьезно, у Виттла уже на первых было под 2, а на Нине вообще уже 3,13. Также обратите внимание, ну, дельный расход, что-то наводит нас на мысль о том, что из камня это сгорание, не все было хорошо, то есть удельный расход примерно в полтора раза больше, чем у англичан, и единственное, единственное, в чем, конечно же, да, действительно, результат использования осевого компрессора, немецкий двигатель 70 сантиметров в диаметре, а английский это больше метра, ну, у Ниндх вообще метр 250. Если бы двигатель летал сам по себе, это было бы, конечно, очень важным. Учитывая, что все-таки двигатель летает в составе самолета, то МИД или сопротивление двигателя все-таки очень малую толику занимает от общего сопротивления самолета, тем более, что половину создает крыло, так что это никак не может быть компенсировано. Как же так получилось, что умные люди все сделали правильно, а получилось не очень. А для начала познакомимся с этими, безусловно, без всяких кавычек, умными, квалифицированными людьми. Ансельм Франц, главный конструктор двигателя, родился в Австрии, там же в Австрии закончил университет, но потом все это стало единым Третьим Рейхом, работал много лет в Юнкерс Моттерен, именно в той группе, которую делали нагнетатели, что совершенно естественно для того, кому бы они могли поручить разработку двигателя. Разработка началась в 1939 году, причем по инициативе Министерства авиации, которое это только Хенкель от него что-то прятало, оно вполне понимало, что это надо делать, и уже в 1939 году разослал те задания во все основные авиамоторно-строительные фирмы, на разработку первого ТРД. С нагнетателем у меня все было хорошо, вот перед вами немецкий ответ на Мерлина, ну, надо сказать, запоздавший на три года, тем не менее, та же самая Юнкерс Моттерен и та самая группа, где был Ансель Франц, вот они сделали двухступенчатый, двухскоростной центробежный нагнетатель с промежуточным охлаждением рабочей смеси, то есть все это они делать умели и поручили именно им, сэр Стэнли Хукер передает вам привет, разработчик нагнетателя Росроссельского, который принял активнейшее участие в судьбе двигателя Виттла, если бы они пошли по этому пути, они бы, они, это немцы, они, безусловно, могли бы сделать очень даже приличный двигатель с центробежным компрессором, но, но, возвращаемся в нашу первую серию, когда я вам говорил, что выбор компресса это вопрос высокого философского звучания, можно погнаться за журавлём в небе и сделать отличный двигатель, который после вашей капитуляции достанется в руки вашего противника, вот фотография перед вами, это американцы изучают трофейный немецкий ему, а что я вам там стрелочками такими ядовито-жёлтого цвета подрисовал, это лопатки статтера, вот представьте себе, именно они для начала задали уйму проблем, вот не ротер, а статтер, вот лопатки статтера начали вибрировать и разваливаться, они решили эту проблему, в первых вариантах лопатки консольно висели, а потом они добавили туда внутренний обод, так, чтобы лопатка не мотылялась консольно, что ещё более увеличило вес, причём с материалами у неё всё было плохо, статтер полностью стальной, ротер первый, по-моему, три ступени алюминиевого сплава, а потом уже тоже пришлось сделать из стали, температура-то растёт по мере сжатия, в результате у них получился огромный и тяжеленный совсем, что из этого следует, ну, во-первых, вы уже видели вес этого двигателя, едва ли не в полтора-два раза тяжелее, чем англичан подобной тяги, и, конечно же, та самая проблема, о чём мы говорили, проблема приемистости, то есть тяжеленную вот это вот сооружение, восемь ступеней, восемь дисков с лопатками, длинный, толстый, прочный вал, это всё надо раскрутить, он быстро не хочет раскручиваться, в результате, когда лётчик даёт ручку газа управления двигателем от себя, он раскрутиться не успевает, просто захлёстывает камеру сгорания керосином, оно ещё и глохнет, или что-то с ним происходит, и наоборот, когда надо сбросить оборот, он не желает избрасывать, потому что тяжеленный, обладающий большой инерциальностью, большим моментом эминенции, ротер продолжает крутиться. Вот на этом вот деле, в этом маниакальном, просто маниакальном устремлении было, что команду Хайна, что вот этой, команду Юнкерса, сделаем двигатель с минимальным миддл, с минимальным поперечным сечением, ну да, вот вы его и сделали. Теперь смотрим на камеру сгорания, самое главное, мы же с вами поняли, самое главное в двигателе, это камера сгорания, вот именно там и только там, скрытая химическая энергия топлива превращается в кинетическую энергию, из которой потом что-то можно сделать, например, реактивную струю. В общем и целом все правильно, все правильно, это, конечно, небо и земля по сравнению с камерой сгорания двигателя Хайна, шесть отдельных камер, трубчатых камер, что позволяет отдельно одну камеру дорабатывать на стенде, экспериментировать, искать лучшие варианты, мы уже знакомы с этой правильной, абсолютно правильной конструктивным решением, внешний, ну, внешний корпус достаточно холодный, у меня голубеньким нарисован, который и снаружи, и изнутри обдувается воздухом и охлаждается, внутри него находится тонкостенная жировая труба, естественно, нарисована красным, на входе в жировую трубу, да, уже стоит лопаточный залифоритель, все как положено, под углом 60 градусов, даже такое написано в книжках, которая все это дело с бешеной скоростью закручивает, благо на входе там 50-70 метров в секунду, в зависимости от разных режимов работы, бешено закручивается, формируется зона разряжения, зона обратных токов, где все перемешивается, керосин они вбризгивали именно так, как я вам нарисовал, но оно так вроде бы понятно с точки зрения оптимального смешения, но все-таки, конечно, жизнь показала, никто так не делал, все делали дальше так, как делали англичане, с коаксиальным, ну, то есть по оси, по оси вбризгивается топливо в том же направлении, в котором входит воздух, но они сделали такое решение, и самое-то прикольное, что же там дальше-то спереди, вот такое красивое, вот оно, скажем так, в натуре, это музейный экспонат, это музейный экспонат, а так это выглядело прямо в фотографии из американского отчета об осмотре трофейного двигателя, так оно выглядело в металле, а для чего все это сделано, значит, еще раз, вот как должен быть, как должна быть сделана правильная камера сгорания, отныне и навсегда, вот так, вот как она впервые появилась у Рос-Ройси, у Виттла, так вот она дальше и должна быть, зона горения, зона смешения, ну, по ходу потока, в зоне горения мы создаем бешеные вращающиеся вихры воздуха, зона обратных токов, в это завихрение впрыскиваем тем или иным образом топливо, здесь все горит с максимально высокой температурой, а дальше, дальше мы подмешиваем туда воздух, который, ну, во-первых, или во-вторых, охлаждает внутренние стенки жировой камеры и при этом еще и перемешивает, ну, снижает общую температуру того газового потока, который попадет на турбины, мы увеличиваем массу, массовый расход рабочего тела, но снижаем его температуру до некого предела, который способен терпеть лопатки, вот так оно должно быть сделано, а у них было все-таки немножко не так, то есть зона горения практически безупречна, еще раз, это не я своим, так сказать, инженерным, простите меня, умом пытаюсь оценивать, что упречно и безупречно, а то, что показало жизнь, как дальше люди делали все, во всех странах, а вот потом они поставили вот это вот так конусное такую штуковину с прорезем, вот здесь она сблизи видна, это, представьте себе, неудобо обтекаемое тело, да, вот термин такой есть, вот прям, ей-богу, не я его выдумал, неудобо обтекаемое тело, короче, завихритель, то есть у нас уже сформировался вот этот вот комок раскаленного, раскаленных продуктов сгорания воздуха в зоне интенсивного горения, дальше мы его еще раз, они его, немецкие инженеры, еще раз закручивают, это турболизирует, он завихряется на этих острых кромках, тормозится на заглушке, как вы называете, центральным, то есть еще более, значит, еще одна следующая ступень, следующая попытка тщательно перемешать, что совершенно правильно, но больше так никто не делал, мое предположение, очень осторожно, наверное, потому что эта штуковина сгорает, сгорает, это неудобо обтекаемое тело, и поэтому завихрение в этой зоне надо формировать каким-то другим способом, а именно вдуванием воздуха в нужные дырочки, под нужными углами, под нужными скоростями, под нужными массивыми углами и так далее, но тем не менее, тем не менее, камера, в общем, вполне взрослая, но вот такое решение, не совпадающее с тем, которое параллельно от них нашли англичане, работали они, в отличие от команды Ухайна, Хенкеля, скорее, конечно, Хенкель там гнал все это безобразие, работали они очень не то, что неспешно, они работали быстро, но тщательно, то есть, как я уже вам докладывал, в 1939 году начало, начало работ, первый, первый, первый прототип, первый прототип заработал на стенде 11 октября 40-го года, в январе следующего 41-го года они уже прям получают 430 килограмм тяги, то есть, уже прям что-то работает, еще год работы, главным образом связанная с вот этими вибрациями вам статуре компрессора, потом у них начали трястись и разваливаться лопатки, как положено, турбины, был вызван специалист по решению проблем, да, тот самый, доктор Макс Бентелем, который сказал, мне уже сказал, ну, понятно, после долгих-долгих размышлений и работ, а давайте один миллиметр обрежем, вот на один миллиметр сделаем лопаточку покороче и немножечко конусности ее изменим, и она перестала трястись, частота внутренних, собственно, колебаний лопатки вышла из резонанса, ну, это вообще, это мистика, поэма и так далее, а возвращаясь к англичанам, уже где-то в середине 40-х, когда они активной работой, уже не понял, каким по счету, по ВИТЛ-2, а двигатели у них вдруг начали разваливаться, просто разваливаться и засыпаться лопатки компрессора, извиняюсь, лопатки турбины, причем в разных местах, ну, если бы это был изгиб, который их ломает, ну, ломалось бы в зоне максимально изгибающего момента, то тут она ломается, то здесь, что такое? Посмотрел на это дело, посмотрел ВИТЛ и вытащил от серонопару, после этого ломаться перестало, то есть за турбиной, конечно, люди хотели померить температуру газа после турбины, потому что у нас на входе в сопло, и, соответственно, была вставлена термопарка, ну, металлический палец, этот металлический палец, который торчал в потоке раскаленного газа, движущегося быстро после турбины, создавал местную неоднородность, избыточное давление сопротивляющейся лопатки в этой зоне, и вот эта локальная неоднородность приводила к изрушению лопаток, вытащили и перестала, это мистика. Долго они с этим делали, возвращаясь к немцам, работали и не спеша довели дело до того, что в декабре 41-го года он уже прошел 10-часовые испытания, не 10 минут, не 6 минут, а 10 часов, все-таки, с максимальной тягой тысячи килограмм, то есть даже больше, чем было в тех заданиях, и еще через полгода опять же работы, а не только 18 июля 42-го года и состоялся исторический полет, когда два этих двигателя ЮМ-004 подняли в небо прославлены легендарные несравненные Мессершмитт Ме-262. 18 июля 42-го года. То есть, как это по-латински есть поговорка, пишить надо медленно. Вот они спешили медленно, и у них вроде бы все получилось. Еще раз повторяю, в июле 42-го года уже летает самолет, вот видите вы у этого красавца, а для этого самолета уже есть двигатель, который уже имеет некую историю развития, который уже десятки часов работает на стенде, но запуская в серию и вперед. А вперед не получилось, весь 42-й, весь 43-й. опять проблема с компрессором, потому как одно дело работа на стенде, а другое дело работа в полете. Меняющаяся высота, соответственно, меняется плотность воздуха входящего, температура входящего воздуха, скорость набегающего потока и самое не то же самое главное, к тому же еще и меняются углы, углы, под которыми входит воздух, потому что там не на стенде неподвижная работа, а самолет истребитель должен маневрировать. И воздух ходит под разными углами, это самое просто замечательное, что только может создать помпаж. Полтора года они с этим делом сражались и в конце концов таки справились, справились. И в общем и целом двигатель работал достаточно устойчиво. Помпаж случался, но случался иногда. Он вполне уверенно отрабатывал 10, 15, 20 летных часов, часов, не минут. Это более чем. Больше истребитель войной не живет. Особенно при том-то соотношении сил в воздухе. Но дальше их накрыла следующая проблема, с которой уже никакой инженерный разум справиться не мог. А проблема в том, что для них проблема для всего человечества это радостное ожидание. Гитлеровская Германия катилась своему неизбежному разгрому, неизбежному поражению, что в частности сказывалось на то, что непрерывно сокращались возможности завоза из-за границы чего бы то ни было. Но куда они делся никель петцем, вы уже знаете, у нас 15 серий было. В результате, если их английские конкуренты работали с американским, ну, то есть разработанным в Англии, сготовленным в США, с плавом немоник, 50% дорогущего никеля и 30% дорогущего дефицитнейшего хрома, ну, так-то хоть кто сделает. Они и сделали англичане, что у них неохлаждаемая подчеркивая неохлаждаемая лопатка держала 850 градусов Цельсия. А что было у немцев? В 44-м, 45-м, когда было самое массовое производство, они вынуждены пользоваться неким сплавом хрома или хрома как и на хрома все их читается. 14% хрома, 17% марганца, никеля нету вообще, все закончилось, никель в этом замечательном Третьем Рейхе. То есть, они делали из того, что вообще делать невозможно, но благодаря чрезвычайным усилиям, усилиям ума охлаждаемой лопатки, это все-таки как-то у них работало, и температура перед турбиной была довольно приличной, 750, но все-таки на 100 градусов меньше, чем у англичан, а температура газа перед турбиной это основа всего. Чем горячее газ вошел в сопло, чем до большей скорости и, соответственно, большей цаги, он может быть разогнан. На камере с горанием даже этого не хватало, жировая труба делалась просто из стали, ткани ее еще ухитрились покрывать жиропрочным покрытием. В малообразованных интернетах вы прочитаете, алюминием они покрывали, чтобы лучше получилось жиропрочным, алюминием, пока нет, не алюминием, оксидом алюминием. Оксид алюминием, алюминием примерно как государь-император и милостивый государь. Оксид алюминия, алюминия 2О3, если это в земле, то это называется глиноем. Глина такая, по-простому говоря, это та жаропрочная глина, весьма дефицитная, между прочим, на земле, из которой делаются наиболее жаропрочные, жаростойкие кирпичи, для печей. Причем, это прям пишется, на каждом пишется, какой процент алюминия 2О3, чем больше, тем лучше. А с другой кристаллической решеткой, это называется корунта, а еще с другой называется сапфир. Не шучу, сапфир. То есть, ну, так очень дико и грубо выражаясь, они внутри вымазывали свою жировую трубу такой кирпичом, жаропрочную глину, конечно, тончайшим, тончайшим слоем, чего-то, что можно назвать жаропрочной глиной. Это сложнейшая задача, чтобы она не растрескивалась, в огне не отваливалась, температурные коэффициенты расширения разные, и эту проблему они решили. И, тем не менее, против лома нет приема, и не имея жаропрочных материалов, ну, невозможно сделать двигатель, тем не менее, они его сделали, ну, а следующее по счету, чудо, чудо, рукотворное чудо, которое сотворила немецкая промышленность, гибнущее гитлеровской Германии, это объем выпуска. На официальном сайте, посвященном Google Юнкерсу, я нашел циферку прям точную, 7916, das ist fantastisch, в условиях войны, под градом бомб, разваливающая, сгорающая, просто немецкая промышленность, уже загнанная под землю, произвела 7916 реактивных двигателей, но это невозможно, такого близко, ну, никто вообще этого не умел делать, кроме англичан и американцев, которым англичане передали чертежи, но, чтобы делать турбореактивный двигатель в 1944-1950 году тысячами, это невероятно, ну, разумеется, это ничего не спасло, смешно предъявлять в этом претензии конструктора двигателя, в 1944-м году уже ничего не могло спасти Гитлеровскую Германию от ее неизбежной гибели, тем не менее, они это сделали, и важно отметить, что все-таки чудо-то имеет некое материальное основание, почему это они так много ее сделали, а потому, что этот замечательный, замечательный, других сравнив даже только с англичанами, замечательный двигатель требовал на свое производство всего-то 375 человек и часов, а вот, например, нормальный поршневой двигатель, вот он перед вами, такая простая, незатеревая вещь, это BMW 801, двойная звезда, 14-цилиндровая, это тот самый двигатель, который был на Фокивольфе 190, вот эта незатеревая вещь требует 1400 человек и часов, то есть реактивный двигатель, труб, реактивный двигатель, он очень сложен с точки зрения разработки, его надо было придумать, особенно в тот момент, когда книжек нет, лекций нет, ничего нет, каждое решение надо находить самому с нуля, но когда мы его придумали, то в производстве он, да, безусловно, проще, в нем меньше деталей, он, безусловно, проще, чем чудовищное награждение, нагромождение деталей, вот в этих вот аверомоторах, пышневых, конца Второй мировой войны, на которые даже начали смотреть страшно. Вот, собственно говоря, и весь техникум, но никто никуда не расходится, потому что все-таки технику делают люди, и завершая наш четверть серийный мини-сериал, все-таки пару слов о том, что с людьми потом было. Ну, идем в порядку. Эфрэнк Виттл, гениальный создатель первого и правильного двигателя, характер, который был сложным и сильно осложненным использованием вредных веществ. Под конец войны уже, в общем-то, честно сказать, отдел отошел, все делала команда Роллс-Ройса. Да, он был обласкан заслуженной славой, в 1948 году стал сэром, варенское звание, было выписано ему государственное премие, 10 тысяч фунтов стерлингов, 50 тысяч долларов по тем временам еще все серьезно, но отдел как таковых он, в общем, честно сказать, отошел, а потом уехал в Америку, был свадебным генералом в одной команде, в другой фирме, в третьей фирме, вот так, в качестве свадебного генерала, в общем-то, дальше жизнь его и протекала. Что значит Адриан Ломбард, его коллега, излейший, не враг же, конечно, оппонент, оппонент, тот самый Ломбард, который продавлю, в конце концов, продавил все-таки от хода от петлевой камеры к прямоточной, длинной. В 1946 году он был назначен главным конструктом всего направления турберативного двигателя в Ронс-Ройсе, например, образование, техникум, вот как у вас, техникум, и еще четвертником научился. В 1946 году главный конструктор всех турберативных двигателей, и в 1954 году человек без высшего образования становится главным инженером всего Ронс-Ройса. Так он замечательно работал, участвовал в разработке практически все двигатели, которые делал на тот момент Ронс-Ройс, на тот момент Ронс-Ройс делал одни из лучших двигателей в мире, вполне не шли. Ноздрю с американцами, и в 1967 году, в 1952 лет, прямо в рабочем кабинете, прямо во время работы от инсульта, скажем, постижно скончался. Кто же занял его место, главный инженер Ронс-Ройса? Да, совершенно верно, сэр Стэнли Хукер. Вот тот самый Стэнли Хукер, разработчик нагнетателя Ронс-Ройса, который встретился с Витлом и, в общем-то, и способствовал вот этой судьбоносной объединению талантов и гениальных прозрений Витла с колоссальными мощностями Ронс-Ройса. Далее, далее, Холст Масла. Холст Масла, немецкий летчик-испытатель Ханс Эрих Варзиц. Ну, во-первых, он дожил живой до конца войны, что само по себе незаурядно, незаурядно для летчика-испытателя. Значит, дожил до конца войны, в конце 1945 года был выкранден советской разведкой с американской зоны оккупации, доставлено в советскую зону, где ему предложили, или, лучше сказать, пообещали квартиру в Москве и оклад 6,5 тысяч рублей в месяц, если он приедет в Советский Союз и примет участие в испытаниях первосоветских и активных самолетах. Чтобы вы поняли, что такое 6,5 тысяч рублей, значит, средняя заплата в промышленности 350, в промышленности не по всему народу находясь там, летчик-офицер такого начинающего уровня, там, допустим, командир звена звания старший лейтенант, получал примерно тысячи рублей, советский генерал, генерал должностного оклада имел 2,5 тысячи, там, с какой-то разбивкой, и, наконец, глава советского правительства, товарищ Сталин, имел зарплату 10 тысяч рублей. в месяц. Соответственно, мы подложили 6,5, ну, поменьше, чем и Сталина. Он сказал нет, на нет, да, нет, сказали ему, ему выписали 25 лет. 25 лет. Очень бы я хотел взглянуть на приговор, что же они там написали, но мало того, что не принимал участие в каких-либо военных преступлениях, он на Восточном фронте никогда не был, он работал испытателем в Германии. Выписали 25 лет за такое упрямство, причем никакой там шарашки, нет, настоящего такого, настоящего смертельного сибирского гулага, откуда в 50-м году полуживого его извлек Конрад Эденауэр, канцлер Германии, ну, когда создалась ФРГ, закончился оккупационный режим, была создана территория западной зоны оккупации, уже новая демократическая государство, Аденауэр несколько раз съездил к Сталину на поклон и смог какую-то часть немецких военнопленных вызволить. И, наконец, Ансельм Франц, главный разработчик Юнкес Мотор, ему на 0-4, а после войны уехал в Америку, и вот именно он-то, он-то, и очень активно работал, не свадебным генералом, а конструктором, конструктором авиадвигателя фирмы Лайкоминг, там-то он у них и сделал в одних пишут, первый, может быть, и не первый в мире, но самый массовый вертолетный двигатель, вот он уже старенький, видите, но весьма бодрый, стоит около этого двигателя, все, что вы видели в кино про Вьетнанскую войну, апокалипсис, и прочие фильмы, все, что вы видели, там летают вертолеты с той или иной музыкой, они летают с этим двигателем, и вот когда я поглядел на этот двигатель, я понял, нет, нам заканчивать сериал еще рано, надо про него рассказать, ибо тут все сюжетные линии собрались, вот как в кино, понимаете, вот как в простеньком, таком дешевеньком кино, все сюжетные линии собрались в конце, значит, двигатель перед вами, голубенький, это вход воздуха, там такая кольцевая, канал, ну и, значит, слева, коричневый, это выходят отработанные газы, а что же у нас внутри, а что у нас внутри, смотрим на левую часть этого рисунка, и видим перед собой, ну, просто двигатель Уитла один в один, вот он, центробежный компрессор, из него воздух поступает в петлевую, петлевую камеру сгорания, это вам привет от Уитла, камера петлевая, с точки зрения движения газовых потоков, воздух поворачивается на 180 градусов и раскаленный газ из камеры сгорания поворачивается на 180, а с точки зрения компоновки, это камера кольцевая, это вам привет от Фонахайна, центробежный компрессор является не единственным, перед ним А1-2-3-4-5-5-5 ступеней осевого компрессора, то есть такой комбинированный компрессор, это уже непосредственно привет от Ансельма Франца, ну и в паре словов, что это такое, это вертолетный двигатель, турбовальный двигатель свободной турбины, в чем смысл дела, вот начали скаленные газы после камеры сгорания с большой кинетической энергией, набросились на турбину и часть, меньшую, меньшую часть своей энергии они оставили, раскручивая турбину, вот розовенькую турбину, а дальше у них еще полной-полной кинетической энергии, в обычном турбореактивном двигателе, это кинетическая энергия, поток направляется в сопло, а кинетическая энергия там превращается в скорость, в скоростной поток вытекающих оттуда газов. Но у нас двигатель другой, нам не нужна реактивная тяга, нам надо, чтобы кто-то нам крутил вал, а потом этим валом будем скручивать ротер вертолета. Соответственно, после этой турбины еще стоят три турбины, механически несвязанные три ступени, почему называется двигатель с свободной турбиной, вот они три желтенькие, три ступени турбины, они сидят на своем желтом валу, и они уже эти три ступени турбины и забирают, срабатывают, как это называется, срабатывают на себе всю энергию, вот этой энергии раскаленных газов. Наружу выходит, в идеале вышел бы холодный поток, конечно, холодный не выходит, но в общем большую часть, большую почти всю свою энергию, он уже должен был оставить там, на этих трех ступенях турбины, которые через желтый вал крутят там на выходе сложно сделанный редуктор, этот редуктор уже что-нибудь крутит, например, ротор вертолета или винт винтового самолета, или между прочим, коробку передач танка, вот так газотурбинные двигатели на танках примерно и сделаны. Еще раз повторяю, один из первых в мире, один из самых массовых, а значит очень удачный, турбовальный двигатель со свободной турбиной, Асельм Франц сделал, он дальше очень плодотворно работал в Лайкоминге, в конце своей карьеры он был уже там вице-президентом, то есть жизнь подтвердила, жизнь подтвердила его высокую его высокую квалификацию, но еще раз повторяю, в рамках тех условий, которые были заданы им, им заданы их решением служить в дитровском режиму, выше головы они прыгнуть не смогли, сделали то, что сделали. Ну, а мы с вами на этом заканчиваем наш четырехсерийный мини-сериал, спасибо вам за внимание.